доброе утро дорогие мои но я дома наконец-то дома дома стены говорят лечат но в москве я прошел большое обследование обследование замечательные узи всех органов узи сердца кардиограмма кардиограмма суточная холтер так называемый сутки я носил аппарат такой кровь биохимии полный анализ крови все но самое главное поговорил с несколькими специалистами которые ну или кое-что подсказали или или конкретно хорошие дали рекомендации при этом уролог очень хорошо грамотно рассказал и подсказал но узи сердца иногда узисты причем там бывает что в узи уходит врачи там неплохо зарабатывают и иногда тот кто делает узи он лучше врача знает что он здесь хотя узи это тоже врач и она мне понравилось тем что она раскрыла тайну детской моей проблемы сердечной прямо сказал у вас здесь и вот это было я это было вот это да и это в общем то было так что мне в основном понравилось и в основном все что ну но вам скажу так что и в той клинике могут встречаться странные врачи которые не слушают пациентов я бы так сказал потому что мне встретилась врач которые после того как я сказал что черный стул бывает сказал ну а вы чернику едите я грием чернику ну это у вас от черники мне понравилось глаза я кстати после первого дня и кардиограмма мне не очень понравилось как сняли очень короткая кардиограмма и опять маленечко напутали с датчиками у меня с кардиограммы всегда какая-то проблема уже не знаю какой раз значит первый раз я вам рассказывал как в пятигорске отвалился датчик и у меня показал обширный инфаркт а не могли найти меня два дня я то есть в пятницу показал и только в понедельник я пришел на прием к этому профессору у меня срочно переделать я переделал и они все засмеялись я грачу вы смеетесь они говорят ну показал тебя обширный инфаркт кардиограмма мы три санатории тут врачи собрались думали что с тобой сделать но спрашиваем эту санитарку и сестру которая делала а как он как он пришел так говорит бодрый шутит а а как он ушел да был встал пошел бодрый мы горит были в недоумении но оказалось отвалился датчик а я за эти дни когда в пятницу получил бумагу что у меня ишемей левое предсердие подозрение на инфаркт я тоже чуть не помер дожидаясь этого понедельника я вам рассказывал что если я в пятницу еще побежал на машук вот бегал я спортивный был то в субботу уже пошел а воскресенье уже и и не пошел даже вверх мучу прединфарктное состояние вот это кардиограмма вот это так кардиограмма была некачественно сделано ну отпал просто датчик один раз в санатории делал кардиограмму и такой рассказываю что у меня вот я делал учазово обследование учазово рассказали такие такие значит причина но там метральный клапан не закрывается проляпус метрального клапана на два с половиной миллиметра ну так все рассказал и вдруг мне врач это говорит который как бы делает нет у вас никакого проляпуса как нету если там сказали но наверно зарос я так обрадовался относительно обрадовался потому что вы учазово то мне сказали что это неплохо у вас не будет инфаркта поскольку кровь значит сдает и обратно и в общем нет особенного давления ну ладно когда я пришел к заместителю директора он же инженер в этом санатории и говорю ну так все нормально он спрашивает как дела кардиограмма говорю хорошие он говорит она у всех хорошие я кручу это у всех хорошие у них аппарат не работает мы уже подали заявку чтобы его заба забрали отремонтировали но он пока стоит не работает поэтому они всем говорят что кардиограмма хорошая я конечно сильно удивился что такой подход но он меня такой ободрил этот подход я как-то так все нормально но пришлось переделать тогда кардиограмму и все-таки повторные показал что ничего дела ничего где-то я ищу кардиограмму которые сделали здесь вот меня это смутило я после первого дня с кардиограммой вот с этой из беседы с этим врачом долго думал идти на второй день или нет потому что я после такой бакардиограммы после такой беседы значит не пошел но мне надо было обязательно сделать узи сердца и все-таки скурологу нужно это я понимал что это мне все равно нужно и я понимал на каком качестве должно было быть сделано их обследование чтобы для себя решить нравится мне это или нет или не нравится кровь сделали но у меня как кровь у меня дочь я бы сказал очень хороший врач она онкогематолог и она консультирует именно по крови вот кровь мне понравилось как какой комплекс сделали этой крови хотя как расшифровывала врач эту кровь тоже мне было немножечко не не по себе потому что ой у вас очень хороший большой гемоглобин 140 единиц там у меня кому то нравится большой гемоглобин и не понравился потому что это недостаточность значит кислорода я я задыхаюсь и кровь ведь как решает эту проблему она увеличивает гемоглобин и кровь становится густая от этого могут быть тромбоза от этого то есть для меня не самый лучший показатель холестерина то ну холестерин правда это но кровь не объяснит дочь и поэтому я как-то не очень беспокоюсь что это вот поэтому и в таком заведении может встретиться все что хочешь но у меня то вопрос другой ведь это мы каждый гражданин должны иметь такое обследование каждый ну полгода или год диспансеризация есть такое понятие я принес вот эти все пачки своему другу в москве показал что мне сделали он говорит а у нас такое каждые полгода делают я говорит прихожу к своему врачу она сидит со мной ну 40 минут минимум разговаривает это действительно так вот я помню у чазова делали очень большую кардиограмму и не он сам а его вот главный женщина зам его кардиолог она со мной сидела минут 40 мне объясняла каждую вот эту значит колебания и вот здесь это вот это показывает это вот это показывает здесь как тот 1 раз так ну и ладно так вот а где у нас это диспансеризация друг то говорит минут 40 сидит все что пожелаешь назначит я мрт уже делал несколько раз то есть вот и есть я говорю что-то у меня ухо болит давайте мрт сделаем вот что-то у меня в голове свести дайте мрт сделай абсолютно без проблем и они говорят больше того они не придешь за полгода звонят вы что-то давно не были все ли у вас порядке а давайте придите я приду они опять все это делают чего-то это только скажи чего-то еще желаешь уролог меня давно несколько раз проверял но в течение многих лет конечно нет потребности но курорты приглашают жена у него дважды ездила причем в ялте вот эти звездочные это и это обычные пенсионеры не ничего там такого особенного незаслуженного ничего такого нет и больше того говорит все что она у меня найдет и мне нужно прописать вплоть до того что некоторые витамины пропишет и выдадут недавно горит вот прямо домой принесли они прописали но у них что-то там не все было и принесли домой сказали вот мы собрали весь комплекс вот это все все принимать вот так вот как как говорится настоящая медицина делается я и в москве все равно слышу что нет вы что у нас плохая медицина у нас то тогда какая у нас не просто плохая у нас получается вообще анти медицина и виде наших врачей вот те которые у нас работают у нас прекрасные зав поликлиникой ну хорошие есть врачи есть хорошие врачи но они в каменном веке работают у них нет ни таких аппаратов у них нет ни такого показателя понимаю что у нас кровь даже на общий анализ со всей области в иваново возится и я там представляю мама не горю какая нагрузка и как она это все осуществляется тем более сама езда и она тоже в какой-то степени на кровь влияет некоторые вещи нельзя обнаружить в крови больше суточного хранения меняется кровь в течение суток а в течение трех вообще уже все пропадает и ничего нельзя толком исследовать и вопрос такой интересный спрашивать или платно ну к счастью для меня это само исследование оказалось не платные друзья есть такое меня вот включили в такую диспансеризацию московскую по некоторым значит но жизнь конечно мне дорого там москве далась потому что что-то тоже ними невероятно выросли цены садишься покушать вроде берешь как обычно обычный обед а это таких денег стоит ну и сам транспорт стал дорогой все остальное поэтому ущерб в количестве одной пенсии за эту неделю я потерпел но зато приобрел знание знание вот в данном случае для меня самое главное потому что когда я знаю проблема я ее начинаю решать думать о ней или каким-то образом изменять то что мне посоветовали ну хирург однозначно сказал удаляй желчные пузыри удаляй двухсантиметровый камень он тебе мешает я не буду пока потому что я знаю что этот камень в проход не пойдет и все равно же желчь работает я понимаю что нагрузка на желудок когда она будет постоянно течь а желчный пузырь он как раз порционально выдает желчи когда мы пищу получили какую-то когда вы ее нюхаете начинаете жевать поджелудочный готовит правильный состав то есть у нее там полторы тысячи ферментов которые делают под каждую пищу свой сок и с желчным соком соединяя вот эти все ферменты это уже работает конкретно на ту самую пищу которую ты принимаешь если это мясо это одни ферменты если это овощи то другие ферменты когда нет желчного пузыря нет вот этой лаборатории которые собирают там все просто вот течет все все вместе и нет вот этих выбросов а тут поджелудочный раз смешалось все в желудок раз и на эту пищу пошло а там вот вот это постои начинается у многих проблему некоторых не не было проблем с кишечником ну ладно это уже другая тема в общем держитесь как мне сказал профессор иванов всех своих органов то есть каждый орган он не случайно нам дал и надо до последнего с ним за него бороться за него бороться но я хотел бы еще вот какую тему тронуть там в комментариях под моими роликами кто-то пишет а не хотите вы с этими проблемами поехать в чихачёво чихачёво и я сразу отвечу не хочу не хочу и те кто смотрит меня постоянно те знают почему я не хочу и тем кто не смотрит я еще раз объясняю господь нам практически все уже дал что мы просим то есть если мы смотрим на то как жил христос в евангелии и какие чудеса совершались в евангелии то ходил по воде перемещался получается по воздуху потому что вот он то здесь был то там появлялся перемещался по воздуху вылечивал больных там один был парализованный лежал у купили он встань и ходи бери свой значит принесли ему этого через спустили через крышу такого же парализованно тоже возьми свой одр неси а не тому купили ты иди умойся ну в общем лечил людей и когда читаешь как это было 2000 лет назад то я понимаю что оно вот так и было но была некая такая магии где надо было сходить к магу который прочитает заклинания напишет что-то бумажку еще что-то ну сделает зелье вот и таким образом тебя полечит но с тех пор прошло 2000 лет и теперь по воздуху мы летаем самолеты по воде мы ходим попробуйте сказать капитану теплохода вы плаваете по воде вам сразу скажут плавает кое-что по воде а мы ходим по воде мы ходим больных тысячами восстанавливают и парализованных поднимают и мы просто стали старые грубо говоря мы население ведь во время христа средний возраст человека оказывается средний возраст человека был 18 лет с ума сойти в 19 веке средний возраст растиянина был 31 год с ума сойти мы теперь видим возраст 60 лет 70 лет то есть живем практически два раза больше и естественно это возраст когда нас вот поднимают вылечивают содержат возраст стариков которые естественно должны болеть они должны были давно умереть я по моим показаниям должен был уже несколько раз умереть то я умирал но меня что меня воскресили реально воскресили то есть я был мертвый они вот этот дефибриллятор по ней укол в руку воскресили как христос воскресил поэтому дорогие мои чехачева до в любой храм к любому старцу и так далее нужно ехать за духовным лечением духовным надо понять что вы не справляетесь со своим грехом вот он у вас этот грех происходит а вы никак не можете его не остановить не не вылечите его последствий на вас влияют смертельные грехи то вот тогда надо ехать к старцу и просить его помочь как уж он поможет я не знаю слову поможет молитвы поможет или еще чем а физические заболевания нет они проходит иногда после того как съездишь к старцу или там куда-то поскольку у вас духовное состояние меняется у нас вот это психологическое наше состояние она влияет на 50 процентов заболевания это уже установлены то есть 50 процентов наших болезней от нашей с вами головы что мы вот переживаем что-то да да вот и не знаем так вот господь то все дал в лечении то ты только знай себя знай что применять и применяй отпущено тебе что-то ты можешь продлить тем что он уже дал так нет нам ничего не надо вот вот стоит аптека полные того что господь дал ну правда там еще и хитрецы дали как оказалось урологию меня что я там пил целый год средства которые никакого влияния не оказывает уролог его все сразу отменил ну вот но ведь дал медицину аптеку некоторых умных хороших врачей дал надо ими пользоваться они ехать к батюшке и я вам говорил что там у того в тех же чихачева огромное количество не буду повторять цифры те кто трудности у него с головой и у тех у кого трудности с заболеваниями они едут не за духовной помощью они едут за медицинской помощью но какого вот такого магического свойства вот он прочитает у меня пройдет у меня пройдет ну так ты сам прочитаю тебя тоже эти же самые молитвы те же самые книги есть но тебе дал и другое господь дал мне медиков врачей дал и и все остальное так что дорогие мои еще раз напрягаю вас на то что последствия к вида огромные на уже определенно что мишенью к вида является голова легкие и сердце и сердце я сейчас расскажу про сердце и я думаю вам будет некоторые откровения некоторые новшества того что я вам расскажу про сердце и к вид но вы поимейте ввиду что самое это главное ваше знание о том что с вами происходит и из этого вы сами должны себе сделать выводы как лечиться что делать и как жить и как жить вот так ну застарил я все потому что ничего здесь у нас нет ну что я я же знаю врачи хорошие а придешь у него инструментарий нет он на пальцах не должен рассказать что у меня уролога у нас вообще нет поэтому вы меня от сильнее не обвиняйте потому что ну тоже нет средств прокатиться туда-сюда заплатить какие-то деньги нету таких средств поэтому медицина должна быть у нас только платные только платные и подконтрольное население сейчас нет никакого контроля и поэтому выгодно больные у нас они здоровые поскольку страховые компании на больных зарабатывают фармакологии на больных зарабатывает и все такое врачей жалко врачей жалко от ковид умерла примерно как вот я посчитал там по этим около двух с половиной тысяч врачей в россии за пандемию умерла от ковида нам ничего не рассказывает у нас какие-то другими способами нам пытаются внушить что это все не так просто так вы покажите как непросто связь клириков священников в этих умерла почти тысячу и две с половиной тысячи врачей это уж совсем не просто вот так мои хорошие давайте дальше разбираться следующая беседа будет про сердце и она на мой взгляд будет очень интересно и очень полезное всем надо потому что нет человека к нашему возрасту не мужчины не женщины у которых нет каких-то проблем с сердцем нет это мне врач сказал если вы мне покажете того кто не страдает сердцем я запишу что это чудо поэтому все вам здоровья радости и помните что мы с вами состоим из двух частей как господь наш иисус христос и тело и души и поэтому для души есть свои средства для этого церковь для этого духовные старцы и все остальное а для тела есть свои средства поэтому в сочетании вот этих обязательное сочетание должно и приносить результат но не забывать что господь уже все дал что мы просили а мы все просим 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 все здоровья всем радости аминь и 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